Шалом-шалом, дорогие друзья! С вами я, Леви Ашер Харпатин. Вас ждет свежая майса. Это история об одной ультрарелигиозной семье, которая отправилась к Большемтову за благословением. Они не могли родить сына. Это была большая проблема. Не было человека, который продолжит род. И они были очень огорчены и всячески мечтали попасть к Большемтову. В итоге они попали к нему, но получили отказ. Но они не отчаивались. Они приходили снова и снова. И хотели же добиться своей цели. Со своей самой главной цели в жизни. И настал тот день, когда Большемтов дал им благословение. Он сказал, я благословляю вас на рождение ребенка. На рождение сына. Прошло 9 месяцев. Супруга действительно родила сына. Счастью их не было предела. Они понимали, что они выполнили свою задачу. Они были невероятно счастливы. И в знак благодарности они отправились к Большемтову показать ребенка. Отблагодарить его за его помощь. Большемтов поцеловал ребенка в голову. И сказал им, отправляйтесь домой. Всего вам хорошего. Они пришли домой. И прошло буквально несколько часов. И ребенок умер. Это было не просто горе. Это была трагедия, которая убила их жизнь. Потому что это была основная мечта. Все. У людей было все. Это разрушило их семью на какой-то этап. Но позже они собрались силами. Они собрались морально. И отправились позже к Большемтову. И они пришли и говорят. Простите, что мы сделали? Как мы так нагрешили? Это был наш ребеночек. Как такое могло произойти? С чем это связано? Пожалуйста, вы великий мудрец. Дайте нам ответ. Мы хотим услышать пояснение. На что Большемтов не стал отвечать. Он рассказал им историю. Около 300 лет назад здесь был дворец. Вот на этом месте, где я сейчас сижу. Здесь сейчас мой кабинет. Но 300 лет назад здесь был дворец. И был король. У которого тоже была такая проблема. У него не было сына. Не было человека, который продолжит род. И он тоже хотел его, поверьте, не меньше вас. И его придворные дали ему совет. Они сказали, что есть евреи, святой народ, который может молиться и поститься за то, что у вас был ребенок. Тогда этот король собрал всех евреев в одном месте. Это получилась огромнейшая синагога. И он сказал, евреи, молитесь за то, чтобы у меня родился сын. Дал им какое-то определенное время, месяц-два. Но есть условия. Если за это время ничего не получится, я искореню ваш народ. Я вас уничтожу. Что делали евреи? Конечно же, они молились. Они сидели днями и ночами в синагоге. Прошло определенное время. Тот срок, который дал король. И в итоге все получилось. Да, родился ребенок. Была душа, которая согласилась спуститься в этот мир, чтобы еврейский народ, наш с вами народ, не пострадал. Позже этот мальчик начал учиться. И у него был учитель, который был его любимым учителем, с которым ему было интересно. И как-то мальчик заметил, что учитель постоянно куда-то уходит. Постоянно отходит, закрывается в комнате. Ну, он же ребенок, ему, конечно же, любопытно. И он решил однажды подсмотреть. И он увидел такую картину, как его учитель накладывает тфелин, одевает талит и молится. Тогда он к нему ворвался. Учитель попросил никому не говорить. Потому что быть евреем на тот момент было опасно. И, пожалуйста, не сдавай меня. На что ребенок сказал, конечно, но у меня есть к вам просьба. Мне очень интересно Тора, Талмуд, Тегелим. Вы можете меня чему-то обучить, пожалуйста? Давайте с вами выберем какой-то день, и мы попробуем. Учитель, конечно же, согласился. У него не было выбора. И в итоге они начали учиться. Мальчику стало невероятно интересно. И наступил тот день, когда он вырос, и он сбежал из дома. Он надел старую христианскую одежду и смог покинуть дворец. Позже он поселился в городе, прошел Гиюр и стал полностью религиозным и соблюдающим евреем. Позже он умер. Так вот, говорит Большемтов, к чему я рассказываю вам эту историю? Тот ребенок, который спустился к вам на эти маленькие дни, на это абсолютно минимальное количество дней, это была душа этого человека, который жил и рос не в религиозной семье, а только позже принял Гиюр. То есть, вы понимаете, о чем я говорю? То есть, это душа, которая...